Люди в защитных масках со специальными опрыскивателями заходят в подъезд и принимаются за работу. Главная задача – максимально обезопасить те поверхности, с которыми происходит контакт. Обрабатываются у нас места общего пользования, кнопки, входные группы, почтовые ящики, для того, чтобы не распространялась инфекция. Обработка производится два раза в день и используются хлоросодержащие составы и спиртовые составы. Фронт работ для управляющих компаний, осуществляющих обслуживание жителей на территории городского округа, немаленькие, почти 2700 подъездов. И существует мнение, что и сами жители могут оказать посильную помощь коммунальщикам. Я предлагаю собственникам, призываю к тому, я как руководитель ассоциации, призываю собственников к тому, чтобы каждый из своей площадки тоже производил обработку. Чем выше этаж, тем меньше соприкосновений с ручкой, меньше людей живет. Многие же пешком ходят, не только лифтом пользуются. Поэтому две минуты, три вышел, протер и спи спокойно. Главу Ленинского городского округа в поездке сопровождают заместитель главы администрации муниципалитета Александр Усков, представители подрядной организации и муниципальные управляющие компании. Они поделились и имеющимися проблемами. Категорическая нехватка дезинфицирующих средств. Поэтому сегодня общались с руководством управляющих компаний. Они где-то даже помогают друг другу, несмотря на то, что являются, будем так говорить, конкурентами. Но сейчас все делают общее дело, помогают друг другу, подсказывают, где можно приобрести, или там просто как-то делятся, дают взаймы. Отдельная тема – контроль за качеством и периодичностью обработки подъездов. Это могут делать и местные жители. График дезинфекции. После обработки уборщица, которая отвечает за этот дом, ставит свою запись и информация по коронавирусу для людей. Сейчас в Ленинском городском округе в процессе ежедневной обработки подъездов участвует порядка 750 человек. Жесткий контроль за их работой ведется и со стороны властей. Мобильное приложение разработано правительством Московской области. Если работник, который осуществляет дезинфекцию, фотографирует результат своей работы, подгружает мобильное приложение, таким образом данный адрес считается закрытым. Введение жестких ограничений на пребывание граждан в общественных местах, обработка подъездов и пассажирского транспорта – все эти меры направлены на сохранение жизни и здоровья граждан. Это всего лишь такие составные части общего большого процесса. И каждый человек должен подумать в первую очередь о себе, о своих близких и о тех, кто находится вокруг него. В настоящее время ничего, кроме как свести к минимуму контакты с окружающим миром, с окружающими нас людьми, ничего не придумано. И если человек сам о себе не позаботится, то, конечно, государству это будет сделать гораздо сложнее. Действительно, по сути, каждый житель может сделать вклад в сохранение своего здоровья и здоровья своих близких. Оставайтесь дома. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская.